Привет всем нашим, на связи Динамо ТВ и сегодня мы возвращаем всем полюбившуюся рубрику на коротке и сегодня героем нашей программы станет вчерашний именинник Максим Швецов Здравствуйте Когда ты постарел с момента нашей прошлой встречи, как прошел день рождения? Да нет, вроде нормально не постарел день рождения прошел спокойно, потому что тренировки каждый день поэтому никаких расслаблений не было дома спокойно я посидел, отметил и тренировка была в этот же день и как-то так Скажи, Макс, 20 лет это, в принципе, уже серьезный возраст для молодого футболиста скажи, какие, наверное, самые главные события в твоей футболе жизни произойти за это время? Главное, наверное, дебют за основную команду Что еще ты отметил за свои 20 лет? Ну, наверное, сборные юношеские, молодежные отметил бы 18-19 у нас тоже была хорошая команда много положительных моментов могу вспомнить Ну вот, например, самый положительный момент потому что ваша сборная 98-го года рождения считает, она, наверное, одна из лучших вообще сборных в истории юношеского бедовольского футбола Ну, это понятно, что два раза в элитном раунде когда выходили вот, наверное, самые такие яркие моменты но, когда пусть 17 было, то там чуть-чуть не хватило буквально в элитном раунде поэтому как-то такая недосказанность конечно, чуть-чуть осталась Сколько за 20 лет ты был в парикмахерской? Вопрос, наверное, который много кого интересует Ну, блин, лично раз был раз раз так 40 был точно Как ты вообще пришел вот к этой прическе, расскажи Насколько я знаю, она у тебя с детства Да не знаю как-то само так в детстве просто как-то оставивался и все так и до сих пор Но за это время у тебя вообще не было желание сменить имидж? Ну, я менял в девятом классе постригся полностью на усы потом как-то опять отраслились снова так Ну, и в том году, если бы чемпионами стали, то уже бы тоже на усы постригся Ты вырос в Чужовке в довольно суровом районе столицы где, в принципе, всегда могли спросить за внешний вид и не только Как детство твое проходило? Не было тяжело в этом плане? Ну, в школе в основном все за Динамо как бы болели так что мне повезло в этом плане Ну, так иногда, конечно пересекались на районе там такие нехорошие фанаты которые даже вот когда странировки идешь в экипировке могли спросить но так не доходило, чтобы там прям до каких-то грубостей все в основном спокойно иногда приходилось убегать, конечно Ну, вот расскажи нам о своем детстве ведь ты являешься, в принципе, самым настоящим спикерингом низкого динамита с самого детства в нашей клубе Как вообще попал в футбол и в наш клуб? Да, получается было объявление родители увидели и нет, до этого я еще с братом бегал он играл в тракторе я как бы они были старше все а я ну, просто за компанией с братом можно сказать ходил вот, бегал и потом как-то увидели объявление было набор получается в команду ну, команды еще названия особо не было и вот я пришел как бы все по раз мы там тренировались в Чижовке в парке в этом было рядом было удобно очень вот и как-то так а потом уже когда нужно было заявляться на чемпионат города то как бы уже появилось название Динамо 2 и все так вот пошло Максим, давай вспомним твой первый матч за Минское Динамо это дебют в Смолевичах когда тебе сказали то, что Швецов беги переодеваться что у тебя было в голове можешь вспомнить? коленки закреслись немножко да, ну, такое конечно да, уже счет был такой по-моему 3-2 мы выигрывали и а первый матч 2-0 выиграли дома так что уже как бы по счету вроде не должно было быть но все равно конечно такой сумбур немножко был ну, вышел коснулся мяча как бы уже понял что все надо сконцентрироваться на игре и как бы там оставался уже 15 минут все отыграл окей, но следующего своего шанса ты ждал в принципе довольно таки долго он случился в Бресте в 16-ом году ты вышел впервые в стартовом составе это был второй выход на поле за Минское Динамо вот тогда когда в раздевалке называли то, что ты выходишь в старте что тогда у тебя было тем более это уже был матч против Брестского Динамо наш постоянный соперник с которым в Бресте всегда складывались игры очень тяжело да ну тогда было на самом деле так немножко психологически тяжело потому что на тот момент как я по мне играл на лицензии даже мы сыграли на лицензии потом уже через неделю я сыграл в Бресте вот ну так как бы сразу прочувствовалась атмосфера конечно тогда было очень много фанатов и Брестских и наших очень очень как-то очень сильно это все смотрелось поэтому вот вот это вот запомнилось да конечно волнение такое присутствовало но тоже первые там 10 минут 10-15 минут потом уже как-то осваиваешься скорее моя ошибка то что надо было просто одеть обувь правильную и тогда думаю было бы меньше вопросов и вот ну вообще в целом конечно атмосфера хорошая была много болельщиков и наших было поэтому все было ну на очень достойном уровне Ким запомнился для тебя Сергей Гуренко вот еще будущий игроком дубля когда в принципе только-только начинал свою работу там вы еще молодые пацаны в принципе по большому счету правильно ну побаивались где-то потому что все знают что себя Виталий очень эмоциональный очень человек да и до этого говорили что может где-то и наорать и прикрикнуть но в общем да но он первую неделю как бы пришел сразу и так все начал очень интересно рассказывать всем было приятно и интересно работать с ним как бы вообще никогда никаких вопросов не было в субботу стартовал новый сезон и для тебя получился возможно лучшим в карьере как ты считаешь тебя назвали лучшим игроком не только тренерский штат и болельщиками плюс и шутин стат да но это только первый матч это еще 29 игр впереди и поэтому только работать и ничего ну нечего даже доверить ну в целом каким получился этот матч для тебя открытие сезона долгожданное тяжелый соперник да хороший соперник в принципе непростая игра такая была и опять же и атмосфера и болельщики скучились по футболу и получилась такая добротная игра как у меня и в принципе хорошие эмоции после первой игры атмосфера первого матча сезона какой она тебе запомнилась ну очень как-то соскучился по этой даже атмосфере и когда вышли и болельщики начали кричать и вот перед стартом с иском то было очень приятно и какие у тебя в принципе отношения с большими болельщиками насколько я знаю ты раньше даже на фанаске себе проходил по детству да но есть там пару друзей с районов которые болеют и поддерживают всегда хорошие отношения были как бы никаких вообще вопросов не было никогда как на сектор попал вот наверное в школе мой брат учился с парнями там они ходили на сектор ну и как-то спросили вот ты играешь пошли тоже вот и пошел и получилось так что по моему даже на первом матче с макаби хайф по моему был да и тогда еще выиграли такие эмоции были и тогда еще на последних минут забили вот и после этого так понравилось что потом на динамо юни тоже ходил тогда кстати тоже очень много фанатов ходило забивали там целый сектор за воротами вот так что да было приятное время скажи скажи вот тогда когда ты вот еще был маленьким мальчиком когда ты подавал речи такое же было правильно да скажи кто для тебя являлся примером на футбольном поле на скандинаве того может что внутри у всех у вас были кумиры это правда да и ну Бананго очень выделялся как бы такой у него такая интересная игра была все его катаболевщики очень любили всегда уважали ну Сергей Кисляк конечно тоже вспомните всегда Олег величие там ну которые на самом деле люди всегда удавались как бы очень хорошо играли давайте играть майки часто просил после матча да ну это не удалось никогда то есть у тебя ни одной майки от нашего футболиста не было нет конечно очень обидно ну ничего теперь у тебя уже свои майки правильно скажи ну вот а с точки зрения большого футбола кто на тебя являлся футболом ну так никогда и не было все время смотрел там ну больше как-то и Милан нравился и потом и Манчестер на это нравился больше так ну просто не было одного клуба за который так болел и поэтому игрока особо не было Карлос Пуёль ну да он хороший игрок как бы прям кумир ну ну очень много просто на то время когда я был маленький было очень много защитников хороших там Мальдини, Кафу ну ну Сабель Гуренко но все-таки кто вот Пуёль или Давид Луи кто для тебя ближе оба футболиста в принципе твоя позиция по причёскам не похожа так немножко ну наверное кто поближе потому что он Барселона мне тоже нравилась поэтому это Барселона ну и Челси мне особенно люблю Ну и напоследок что пожелаешь нашим болельщикам в новом сезоне Болельщикам пожелаю здоровья в первую очередь и чтобы побольше у них было позитивных эмоций от этого сезона вот ну и конечно наверное терпение чтобы побольше как можно больше приходило потому что мы все это чувствуем и смотрите Динамо ТВ что это это что это